В годы войны в Абакане, конечно, не было аэропорта. Здесь базировались легкомоторные воздушные суда. Это бипланы, разработанные в конструкторском бюро Николая Поликарпова еще в конце 20-х годов прошлого века. В Абаканском авиаотряде было три десятка летчиков и 26 самолетов. В основном знаменитые У-2 или По-2. Двукрылые фанерно-матерчатые машины летали со скоростью 100 км в час, взлетали с крошечной площадки. На них возили по одному пассажиру в открытой кабине. Рейсы из Абакана в Таштыб, Красно-Туранск и обратно. В Красноярск летали машины «посерьезнее» в кавычках. Тоже КБ Поликарпова, назывались П-5, везли уже двух пассажиров. Скорость была в полтора раза выше, чем у По-2. В газете «Советская Хакасия» за январь 41-го года есть упоминание о начале регулярного авиасообщения с Красноярском. Цена билета 87 рублей была, конечно, достаточно высокой, примерно четверть от среднемесячной зарплаты. Но с началом войны, уже к августу, по данным красноярского историка Вячеслава Филиппова, пассажирские рейсы закрыли. Поставили звено из двух самолетов и двух летчиков. И это были только самые важные задания. То есть вот эти линии Абакан-Таштыб, Абакан-Курагина, Красноярска-Абакан, они были законсервированы. То есть его звено выполняло только крайне важные какие-то санитарные рейсы, срочная переброска почты важных документов, перевозка руководителей автономной области, допустим, в Красноярск, на какие-то срочные задачи и так далее. Восстановление авиаперевозок произошло только в 1946 году, причем на тех же легкомоторных самолетах. И это, пожалуй, все сведения, которые нам удалось узнать об авиаперевозках в годы войны. О железной дороге известно больше. Сохранились и артефакты той поры. Например, паровоз, установленный на привокзальной площади Абакана. Есть еще несколько газетных фотографий. На одной из них работники Абаканского депо занимаются оборонной подготовкой. В первые месяцы многие железнодорожники ушли на войну, поэтому в газетах регулярно печатались объявления о наборе персонала. Попал на фронт Александр Млявой. Всю войну прослужил помощником машиниста во фронтовой полосе. Попадал под обстрелы и под бомбежки. В самолеты. Залетит вперед бомба бух, потом сзади бух, а потом с пулемета как начнет давать, так мы прятались. Сержант Александр Млявой за обеспечение фронтовых перевозок награжден орденами и медалями. Вспоминает, что жили на казарменном положении в вагоне, который был прицеплен за паровозом. А в 1943 году все железные дороги, в том числе и нашу Красноярскую, перевели на военное положение. Работники считались мобилизованными, то есть их не призывали на фронт, но за нарушение дисциплины судили военным трибуналом и могли отправить штрафные роты. Были у железнодорожников погоны со званиями, аналогичными военным. У старшего состава Абаканского узла погоны с двумя просветами и звездами в один ряд, а у младшего лычки, как у сержантов армии. Удивительно, но ни в архивах, ни в железнодорожном музее не сохранилось сведения о стоимости билетов. Зато нам удалось узнать, что в годы войны от станции Абакан поезда ходили в Красноярск и в Черногорск. До Черногорска рейсы выполнялись по графику, но с большими задержками. В газетном филитоне описывается случай, когда состав почти полчаса ждал степи, пока поезд бегом нагонит отставший кондуктор. В Черногорске на улице железнодорожной сохранилось и здание вокзала военной поры. В нем зал ожидания, билетные кассы, поезд отправлялся примерно в полдень. В направлении Ташабе двигался он не быстро так, скорость небольшая, километр 40 было всего. И когда Ташабе приезжали, там стояли, долго ждали встречных поездов. Одна была дорога, значит, обратно из Абакана шел, на Красноярск, допустим, поезд. Мы его пропускали, и потом мы на эту линию заезжали, приезжали в Абакан. Состав шел около двух часов. Это был самый быстрый путь из Абакана в Черногорск. Хороших дорог, да и машин, по большому счету, тогда не было. И железная дорога была другой. Лишь одна ветка от Абакана до Ачинска, длиной в 459 километров. Такое было время.